Приветствую тебя зрители, меня зовут Деквин и в этом видео я расскажу тебе про режим рогалика в Assassin's Creed Valhalla, который принес апдейт 1.6. Assassin's Creed Valhalla вышла в ноябре 2020 года и стоит признать, что Ubisoft старается. За эти почти два года было выпущено 3 DLC и несколько бесплатных контент патчей. Они не только расширили и без того большой открытый мир игры, в котором регулярно проводились сезонные фестивали, но и ввели несколько геймплейных систем. Речные рейды, испытания мастерства, королевские миссии, степень интересности и реиграбельности этих элементов были разные, когда удачные, когда так себе. Скажем, речные рейды получились так себе, копипаста налетов на монастыре из основной игры имела к тому же довольно скромные награды за эти геройства. А вот королевские миссии в Ирландии и испытания мастерства получились очень даже ничего. При этом этот контент имел низкую реиграбельность. После прохождения испытаний, скупки за баджи наград и просмотра роликов делать тут было нечего. Да и те же испытания имели малую вариативность действий. Игроку давали набор доспехов и оружия, а само прохождение по сути имело только один-два оптимальных варианта. После того, как приходило понимание тактики, игроку оставалось только четко ее исполнить. Новый игровой режим, который был введен с патчем 1.6, отчасти решает эти проблемы. Ничего нового Ubisoft решили не изобретать и взяли за основу старый добрый жанр Роги Лайк или просторечий Рогалик. Для тех, кто не играл в такое, поясню. Есть условная карта, на которой рандомно генерируются враги и места, где можно получить бонусы типа улучшения здоровья, оружия и способностей. Также можно поменять и оружие по ходу прохождения. В начале прохождения игрок может выбрать только доспехи, а на более поздних этапах, уже прокачавшись и набрав валюты, выбрать оружие и способности, которые используют в предыдущем прохождении. Ну, я уже говорю про Fagoten Saga. Погибая, игрок возвращается на начало, теряя весь прогресс и в результате имеет только добытую по ходу валюту нескольких типов. Эту валюту можно потратить на улучшение комплектов доспехов, открыть которые можно, проходя эти самые локации и выполняя квесты. Всего в этом режиме 4 локации, которые реализованы в сеттинге скандинавских девяти миров. Чтобы начать трип, Эйвер опять пьет какую-то грибную настойку. Сами локации имеют, скажем так, островную структуру. Это небольшие площадки с врагами и наградами за их победу разделены, скажем так, мостами или переходами. Причем линейное прохождение из только последней, в первых трех маршрут может быть разный и некоторые места воротиться нельзя. В последовательность прохождения островков игрок выбирает сам и часто этот выбор зависит от бонусов, которые там есть. Кроме этого, в локациях можно найти и торговцев, у которых можно купить как улучшение, так и оружие. В конце каждой локации есть босс, пабернат которым открывает доступ к следующей местности. Сложность противников и босса увеличивается с каждой новой локацией. Скажем, первую можно пробежать минут за 10, вторую за 15-20, а третью, включая босса, можно пройти за полчаса. Если на старте вы встречаете довольно простых мобов, то во дворце Хель последней локации будет больше элиты и мини-боссов с приличным пулом здоровья и набором неприятных обилок. К тому же в последней локации нет статуи оленя, с помощью которой можно подлечиться, что внуждает действовать очень выверенно, поскольку последний босс, ну скажем так, довольно непросто. Чем интересен этот режим, так это тем, что тут надо не только уметь владеть тем оружием, которое вам дается, но и продумывать тактику и последовательность зачистки. Что лучше, стрельнуть по горшку с маслом и поджечь пару мобов, или убрать пару мобов в стелсе и только потом идти в открытую. А это решать вам. Выбор оружия и доспехов тоже серьезно влияет на прохождение. Скажем, щит с бонусом на оглушение противников при блокировании удара, или сет доспехов, который дощет ощутимую прибавку к числу стрел к колчине, которых почему-то всегда-то не хватает. К слову, из предыдущего прохождения можно выбрать только одно оружие, а что вам выпадет по ходу следующего, одному богу рандома известно. На мой взгляд, этот режим получился самым интересным из того, что Ubisoft ввели в игру после релиза. Каждое новое прохождение надо планировать, и при том, что оно проходит во все тех же декорациях, одинаковыми они точно не выглядят, как это было с испытаниями мастерства. Режим получился сложным. Если первые две локации проходятся без особых проблем, то в третьей верткие друиды, кидающиеся огнем, доставляют массу хлопот и убивать их лучше с дистанции. А в четвертой, как я уже говорил, так это вообще сплошь элита и толстые моба. И это сильно отличает этот режим от основной игры, в которой вторая половина превращается в тривиальное закликивание противника. Так что, если вам не хватало сложностей в основной игре, то рекомендую попробовать этот режим рогалика. А, да, еще. В этом DLC есть небольшой сюжет, о чем он я говорить не буду, чтобы не портить вам впечатление от прохождения. Теперь о недостатках. Их немного, но они есть. Система подсказок. В Фаготен Сага у Эйвора Одина отдельные древоспособности, которые можно прокачать. Сделать это можно в начале локации, только вот понять, что это можно сделать, это как-то потерялось. То есть, я как бы основные сервисы находил ближе к обрыву, с которого Эйвор прыгает, чтобы начать рейд. А этот находится прямо вот как только вы респаунитесь. И у меня в связи с этим случилась вообще комичная ситуация. Два вечера я начинал проходить локации с серым оружием и здоровьем 100 очков, повышая в лучшем случае до золотого один из предметов и здоровье до 150. Соответственно, проходить было тяжело и даже первый энкаунтер был проблемой. У меня накопилось много кристаллов, и когда я понял, на что их можно потратить, то нажатием одной кнопки прокачал все навыки до упора, еще и сдача осталась. Игру потом я начинал с пулом хп в 150 очков, а качество предметов было превосходное. Ну а после открытия вендора, который продавал за кристаллы всякие бонусы, прохождение упростилось в разы. Едем далее. Дизайнеры третьего босса очевидно вдохновлялись играми от FromSoftware. Дракон получился большим. Чудище Обла, Озорно, Стозевна и Лайай. Скажем прямо дизайнером двойка. У дракона четыре лапы, и чтобы его убить, надо ковырять лапы до минимума. У каждой лапы отдельное здоровье, причем по два раза. А потом ослабленному боссу надо еще дать по наглой морде. Далее надо справиться с адами, и потом опять ковырять эти лапы. Под боссом часто разливается какая-то лужа, он прыгает в другой конец площадки, еще и отмахивается лапами и хвостом. К концу боя у меня в лучшем случае оставалась половина здоровья. Три остальных босса в принципе задизайнаны вполне нормальные, и я даже сказал бы, что Encounters Hell один из самых интересных и динамичных в игре. Одна статуя оленя в четвертой локации, ну та, у которой можно отхилиться, странное решение. Да, игроку предлагается пройти действительно серьезное испытание, получив минимум урона, чтобы пройти до последнего босса, прийти на него хотя бы с какими-то шансами. При этом все комнаты небольшие, места для маневра немного, и они являются обязательными, а мобы толстые и элитные. Все это приводит к тому, что для полного прохождения этого режима лучше одевать сет защитника Двергов, который дает бонус на отхил, а из оружия брать Мюльнир. Я пробовал проходить полностью в рейндж сетапе, и опыт был так себе. Вот тогда возникает вопрос, а нафига там было делать еще несколько сетов. Подведем итог. Режим Рогаликова Assassin's Creed Valhalla получился, пожалуй, самым интересным новшеством за всю историю почти двухлетней поддержки проекта. Он более разнообразен, чем испытания мастерства, более требовательен к примати рук. Здесь надо не только жать на кнопки, но еще принимать решение, куда пойти и что качать, и как использовать не слишком большие ресурсы. Откровенно говоря, от этого апдейта я получил больше удовольствия, чем от платного дауна Фрагнарёк. Вообще, у меня складывается впечатление, что испытания мастерства и режим Рогалика – это то, что мы увидим в более проработанном виде в проекте Assassin's Creed Infinity, той самой игре-сервисе. Короткие игровые сессии, во время которых можно будет получать всякие плюшки, типа бонусов и скинов, и которые будут не сильно отягощены сюжетами. Это мои предположения, будет ли так, поживем увидим. И еще один лайфхак. Если вы будете проходить, то, скажем так, игра не дает сохраниться по середине прохождения, но если вы выйдете из игры, то автосейв вернет вас на то место, с которого вы вышли из игры. На этом все. Я собираюсь подготовить небольшой гайд по прохождению и записать свое полное прохождение этого режима. Собственно, если вам понравилось видео, то ставьте лайки. Если вы уже проходили, вам есть что сказать, то отмечайтесь в комментариях. Ну и подписывайтесь на канал, если не подписаны. Спасибо за внимание. С вами был Декан. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Теперь ты знаешь, кто из нас сильнее.